Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами поговорим о волосах, а вернее о двух довольно-таки серьезных их проблемах. Первая проблема, которая очень-очень много доставляет неудобств, это перх. Честно говоря, перхотью я страдаю. Страдаю ей периодически. И, наверное, раз где-то в два месяца у меня стабильно появляется перхоть. Либо от каких-то средств тоже у меня она может появиться внезапно. Я очень долго пользовалась шампунем Head & Shoulders. Он меня, в принципе, устраивал. Я им мыла где-то недели 2-3. Потом прекращала им мыть. Спустя где-то месяца полтора-два у меня опять появлялась перхоть. Опять я им начинала мыть. То есть промывала я им волосы такими курсами. Если я им постоянно начинала мыть голову, у меня уже от него начинала появляться перхоть. В общем, мучилась я так много-много лет, потому что у меня какая-то такая особенность. В общем, задалась я вопросом сменить этот шампунь на что-то новенькое. И наткнулась на один очень интересный сайт. Ссылочки, конечно, на сайт, на все продукты я оставлю внизу. HairVital. В общем, наткнулась я вот на такие средства. Это шампунь против перхоти и лосьон против перхоти. И чтобы было сразу тебе понятно, могу сказать, что шампунь у меня осталась буквально на раз или два. И я его берегу, как не знаю что. В данный момент я этими средствами не пользуюсь. Опять-таки повторюсь, я их берегу для худших времен. Что хочу сказать. Примять вот эти средства 2-3 недели, чтобы у меня пропала перхоть, мне не понадобилось. Мне было достаточно трех применений. Хочу сказать, что мою голову я каждый день, то есть за 3 дня, вот эти средства убрали мне перхоть. На третий день у меня стало перхоть уже гораздо меньше. На четвертый уже практически не было. И на пятый день, наверное, я полностью избавилась от перхоти. Я была в шоке. Расход у него обычный. Я жалею, что я его не жалела. Потому что у меня есть глупая привычка бухать много шампуня и мыть ему голову. Мою я голову, как правило, 2 раза. Ну, за 1 раз, 2 раза намыли его, скажем так. Пахнет он какими-то травками. Я бы не сказала, что это самый какой-то там приятный девичий запах. Но он не отталкивающий. Он как бы довольно-таки приятный. Но это такой какой-то травяной, может быть, даже немножко какой-то лечебный запах. Обзовем его так. Лосьончик, честно говоря, приличненько пахнет так спиртягой. Потому что выдерябнуть можно. Блин, состав был, походу, на коробке я выкинул. В общем, волосы он мне никак не испортил. Хуже они не стали. То есть он не сушит волосы, не делает их какими-то безжизненными. От него волосы промытые, мягкие, рассыпчатые и блестящие. В принципе, что и требуется, как бы от обычного шампуня. Но это не обычный шампунь. Расход у лосьончика очень-очень минимальный. Вот его у меня практически целая баночка. Ну, наверное, вот так вот я его использовала. То есть его мне хватит надолго. Вот этот же шампунь я, наверное, побегу искать. Лучше пусть он у меня будет на всякий случай, нежели в ответственный момент у меня его не окажется. Заказала еще вот таких два шампуня. Это шампунь для жирных волос и шампунь Делла для всех волос с витамином Е. Этот хмель Камелия. В общем, второй моей проблемой является очень жирный волос. Мне их приходится мыть каждый день. Я уже задолбалась, но, к сожалению, ничего поделать я уже не могу. Искала какие-то средства для того, чтобы как-то реже мыть голову. Как раз-таки наткнулась вот на эти два средства. И вот этот шампунь у меня уже практически тоже его, наверное, осталось на раз, даже а не на два. Пахнет он тоже какими-то травками. Ну, весьма приятно. Этого шампуня у меня побольше. Потому что решила добить сначала этот шампунь, потом думаю, буду этим пользоваться. Все то же самое могу сказать, что волосы после него мягкие, хорошо расчесываются. Приятные, рассыпчатые, промытые. Как бы все он делает. У меня в нем поразило. Это то, что я с ним могу мыть голову раз в два дня. Для меня это просто рекорд. Я мою голову каждый день. Я ничего с ней не могу сделать. Как бы я ни хотела и ни старалась, мне приходится мыть каждый день. С этим шампунем я мою раз в два дня. Я в шоке. Сейчас я другую линейку использую для волос, потому что зимой у меня все-таки волосы требуют немного более серьезного ухода, направленного именно на сухие поврежденные волосы. Потому что зимой у меня кончики просто ужасные. В общем, пока у меня это средство стоит. А вот этот Део шампунь, если честно, при первом применении мне показался он каким-то странным. Потому что когда я его нанесла на волосы, начала вспенивать, у меня было такое ощущение, что у меня волосы будут просто не промытые, жесткие, как мочалка. Я, честно говоря, первый раз испугала. Начала перемывать голову другим шампунем. Но потом мне же все же интерес взял верх. В выходные я решила использовать все-таки только его. Не применяя больше ничего. И на удивление волосы были просто идеально промыты до скрипа. Но они не были как мочалка. Они были такие же мягкие, рассыпчатые. То есть, меня тоже удивило. Как только зима окончится, наверное, я буду опять им пользоваться. Потому что опять-таки повторюсь. В общем, что могу сказать о HairVital. Это было мое первое знакомство с этой маркой. Знакомство было очень приятное. Шампуни эти я буду покупать снова и снова. Потому что они меня действительно впечатлили, порадовали. И остались навсегда, наверное, в моем сердце. Поэтому, если у вас есть такие же проблемы, как у меня с волосами, я рекомендую к ним присмотреться. Деньги будут потрачены однозначно не зря. А также я вам рекомендую поставить пальчик вверх. Подписаться на мой канал, если вы еще это не сделали. И всем пока-пока. До новых встреч. Ну да, там на раз. Смотри, какой классный язык. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!